ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД и Федеральная служба судебных приставов договорились о более тесном сотрудничестве, информирует издание Автоньюз. Суть в том, чтобы активнее выявлять среди водителей должников и приостанавливать действия их водительских удостоверений до момента полного погашения долга. Такая практика существует уже несколько лет. Она распространяется на граждан, которые накопили долгов на 10 и более тысяч рублей. В первую очередь это не плательщики штрафов и алиментов. Исключение составляют граждане, которые трудятся шоферами. ТРАССА СТО ОДИН МВД выступило с инициативой отмены запрета на передвижение учебных автомобилей по автомагистралям. В ведомстве уверены, что такой шаг поможет повысить качество подготовки будущих водителей. Кроме того, Министерство внутренних дел рекомендовало автошколам увеличить количество часов практических занятий в реальных городских условиях. ТРАССА СТО ОДИН В России, возможно, будет продаваться еще одна легковушка под маркой Chevrolet. Chevrolet Onyx. Выпускать ее, как и доступные в нашей стране Spark, Nexia и Cobalt, будут в Узбекистане. Седаны и хэтчбэк Onyx второго поколения начали делать два года назад. Машина стала бестселлером в некоторых странах. А ее стоимость, например, в Бразилии не превышается одного миллиона, если перевести на рубли. Оснащается авто бензиновыми моторами объемом 1 и 1,2 литра. ТРАССА СТО ОДИН Жадность дилеров не знает границ. С комментариями такого рода россияне снабдили фото ценника Lada Vesta SV Cross в одном из московских автосалонов. Продавцы заломили за универсал почти 1 миллион 800 тысяч рублей. На сайте производителя такая комплектация стоит 1 миллион 200 тысяч. Получается, что в 600 тысяч рублей дилер оценил дополнительное оборудование в виде ковриков, сигнализации, шумки, фаркопа, тонировки и защиты картера. ТРАССА СТО ОДИН Внедрение на автомобилях новых систем, расширение списка электронных помощников водителя. От этого автовладельцы начали уставать. Данный факт констатировали американские специалисты. По их подсчетам, около трети водителей пользуются определенными функциями в авто только первые несколько месяцев, а потом благополучно о них забывают. В следующий раз они предпочли бы приобрести машину без этих опций, но подешевле. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова